Здравствуйте! В эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Банты и колокольчики. Югра отметила День знаний. Новый учебный год начался в очном формате. Свои двери открыли 313 школ. За парты сели почти 240 тысяч игорских школьников. 27 тысяч из них первоклассники. Торжественные линейки прошли в соответствии с постановлением губернатора на свежем воздухе или в форматах классных часов с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом потоки школьников развели для безопасности. К слову, 66% работников образования в округе сделали прививки от коронавируса. Наталья Комрова поздравила югорчан с 1 сентября. Сегодня глава региона работает в Нефтьюганске. Она встретилась с учениками 4-й школы. Уже больше 20 лет здесь учат кадетов. Сейчас в школе 22 кадетских класса. Наталья Комарова в ходе рабочей поездки поздравила учеников и педагогов с началом учебного года. Наталья Комарова отметила, что 4-й школой руководит заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Степкина. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ее медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. В ходе торжественной линейки губернатору игры вручила медаль. Я знаю, как Людмила Ивановна относится к этой награде. И я разъявляю ее мнение. Это коллективная награда каждого ученика, всех родителей, всего коллектива. И на этом простом основании я сейчас говорю за это. Спасибо большое за этот успех. Всем вам. Вообще же сегодня в Нефтьюганске свои двери для школьников открыли 16 образовательных учреждений. Впервые за парты сядут 1731-классик. В этом году школа Юганска примут более 15 тысяч учеников. Почти столько же детей будут учиться в Ханты-Мансийске. На праздничную линейку в одну из школ окружной столицы отправилась наша съемочная группа. Вместе с первоклассниками их первый звонок услышала моя коллега Наталья Акст. Подробности в репортаже с места событий. Мы находимся на территории 4-й общеобразовательной школы Ханты-Мансийска. Сегодня здесь прошла торжественная линейка. На нее пришли почти 250 первоклассников. Мы успели с ними пообщаться. Они, конечно, пребывают в волнении. Кто-то переживает, сможет ли справиться с учебой. А другие, наоборот, рвутся в школу, потому что уже умеют читать и писать. Я жду уроков по математике. Я уже умею считать до бесконечности. Но я хочу еще научиться решать задачи и примеры. Я хочу получать одни пятерки. Что ты умеешь делать? Я умею делать всякие разные подделки и умею лепить самолеты. Я пришла в школу с хорошим астрогенем, потому что я давно этого ждала. Хотела в школу. Я умею писать и читать. Я вас поздравляю всех с началом учебного года. Я вас поздравляю с тем, что вы стали учениками 4-й школы. Звон колокольчика не оставил равнодушным и выпускников школы. Для них он прозвучал последний раз. Впереди усердная подготовка к экзаменам. Я как 11-классник в любом случае тоже чувствую такую тревогу в душе, потому что это последний год в этой школе, в своей любимой школе. И ты не знаешь, что будет дальше. То, что все эти родные стены, родные лица, ты так будешь по ним скучать. И в любом случае для каждого 11-классника этот год будет самым сложным. Нужно вспомнить все свои знания и показать максимальный результат на ЕГЭ. После торжественной линейки ребята отправились в классы для того, чтобы посетить урок знаний, который посвящен году науки и техники. Четвертую школу окружной столицы будут посещать чуть больше 2000 учащихся. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Санитайзеров и средств для обработки рук в образовательном учреждении достаточно. Ими оборудованы все входы, столовая и санузлы. Чтобы минимизировать скопление детей, потоки школьников разведены по времени. Насколько будет все-таки отличаться этот год от предыдущего? Я надеюсь, он будет отличаться в хорошую сторону, что мы не уйдем в онлайн-режим. Это не очень удобно, особенно для первоклассников, которые еще плохо читают, плохо пишут. И поэтому коммуницировать им через сеть сложно. Педагоги привиты тем, кому это можно было сделать по медицинским показаниям, привиты. Тем, кому нельзя, значит, они сдали ПЦР-тест. Ну, то есть мы сейчас находим и уверены практически в том, что ситуация безопасна. В общей сложности новый учебный год в Ханты-Мансийске встретили больше 14 тысяч детей. 1800 из них впервые. Получать знания будут и студенты. Их число в профессиональных учебных заведениях превышает 5,5 тысяч. А вот в систему дополнительного образования заниматься придут без малого 21 тысяча ребят. Наталья Акст, Антон Ракетин, окружная телерадиокомпания «Югра» Ханты-Мансийск. В Сыргуте день знаний начался с рекордов. В новом корпусе лицея генерал-майор Хисматулина впервые набрали начальные классы. И первоклассник здесь больше, чем в других школах. На линейку выстроились 18 классов комплектов. Есть даже свой первый Т. Руководство школы уверяет, что усадили за парты всех, кто живет в 32-м микрорайоне. Он уже много лет нуждался в собственной школе. Оттого и ажиотаж вокруг лицея. Провожала первоклассников Т-шек в мир науки моя коллега Ольга Придоха. К четырем прибавить два по слогам читать слова учат в школе. Естественно, родители и педагоги учеников лицея имени генерала-майора Хисматулина учили алфавит и вспоминали счет еще до начала учебного года. Вдумайтесь только, здесь, в этом году, в новый корпус набрали 18 первых классов комплектов. Это значит, что в лицее будет и первый А, и первый Б, и первый В, и даже первый Т-класс. Вы знаете, еще, наверное, год назад нет. Когда проектировалась школа, мы видели, что в ней есть блок начальных классов. Он предназначен для 12 классов комплектов всего, обучения в одну смену. Но понимая, что район и микрорайон 32-й, да и ближайшие микрорайоны требуют, и постоянно город растет, большего количества мест для обучающихся первых классов, 18 нет, планировали 12. Ну, вот так случилось, но зато сегодня мы с уверенностью говорим, что каждый ребенок нашел место в первом классе. Вообще же за партой сегодня сели больше 55 тысяч сургутских школьников, почти 7 тысяч из них – это первоклассники. Место, как говорят в мэрии, должно хватить всем. Во всяком случае, в лицее имени генерала-майора Хисматулина открыли новый корпус на 900 мест. Кроме этого, в конце года ожидается открытие еще одной школы в 33-й микрорайоне. Не могу не добавить, что в этом году еще должно открыться два кванториума. Один в гимназии и лаборатории Салахова. Это будет школьный, стационарный кванториум. И один обособленный в микрорайоне железнодорожников, где его ждут уже очень давно. Более 600 ребят будут осваивать программу дополнительного образования. И мы еще запланировали новый формат взаимодействия школы и сада с кванториумом по реализации не только дополнительных программ, но и уроков технологии. Поэтому это действительно новые возможности для ребят с точки зрения изучения программ технической ассистно-научной направленности. Ждали открытия нового корпуса не только педагоги, но и родители детей, которые проживают в 32-м микрорайоне, но и сами дети сегодня, девочки с бантами и цветами, мальчики в галстуках, конечно же, идут в школу. Надеемся, что долго прослужит, качественно, верно, да. Будете хранить и беречь? Хранить и беречь, оберегать. Ну, я еще не знаю, хочу я идти или нет. Почему? Трудный выбор у меня. Тебе школа нравится? Да, очень. А что тебе в ней нравится? Что... Что класс совсем необычный. Я в подготовку ходила, а там вообще по-другому. Атмосфера на самом деле еще не очень, потому что этот лицей все-таки он еще не обжитый, и тут никто до нас не учился. Но, думаю, благодаря всем детям, которые здесь обучаются, он станет более как родной. Это моя мечта. Почему это твоя мечта? Ну, потому что мне так уже сад надоел, а школа мне нравится очень сильно, чем садик. И по традиции сопровождают первоклассников и выпускников школы. С самого утра сегодня в Сургуте наряды полиции. Они дежурят не только возле образовательных организаций, но и неподалеку от пешеходных переходов, чтобы дорога к знаниям была не только светлой и доброй, но еще и безопасной. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. Сургутских лицеистов с Днем Знаний поздравила и заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Пока это единственная новая школа, которая открыла свои двери для учеников в Сургуте. В ней сели за парты 1200 детей. Изначально же ее мощности были рассчитаны на 900 учащихся. В этом корпусе оборудовали просторно-тренажерный зал, бассейн и первый для школ Сургута Тир. Все это положительно скажется на патриотическом воспитании и физическом развитии. Детей, кстати, на поруки обещают взять специалисты УМВД города. Говорят, что из лицеистов выходят отличные стражи порядка. В этом учебном году в Сургуте планируют запустить еще одну школу по соседству в 33-м микрорайоне. Таким образом, власти региона планируют уже через 4 года перевести Сургут на односменный режим обучения детей. В Сургуте заложен большой фундамент для того, чтобы новые учебные заведения в ближайшие годы вошли в строй. И эта проблема должна будет решаться. Вы знаете, что еще у нас, наверное, задели 7 школ. Поэтому те шаги, которые направлены на решение этой задачи, они уже в действии. Это проектное решение. Это решение, в том числе на этапе ввода объекта. Определенная оптимизация помещений. Микрорайон очень крупный. Школ здесь пока что немного. Поэтому мы говорили о том, что школу это ждали очень долго. Она долгожданная и очень желаемая. Поэтому, конечно, применяются все меры для того, чтобы количество мест увеличилось. В родные стены возвращаются и студенты Егорского госуниверситета. Только в этом году на очное отделение поступили 906 человек. Это будущие нефтяники, журналисты, юристы и экономисты. Сегодня в УЗИ поприветствовали первокурсников, познакомили с ректоратом и выдали студенческие билеты. Отмечу, что в этом году в университете количество бюджетных мест увеличилось на 30% благодаря федеральным и региональным квотам. Обучение будет проходить в очном формате с соблюдением мер эпидбезопасности. Большая часть преподавателей уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Напомню, что в 2020 году значительную часть учебного года студенты провели на онлайн занятиях. Все будет зависеть от сознательности не только студентов, но и сотрудников. То есть сегодня у нас максимально привитый коллектив. Со студентами сейчас тоже разъяснительную работу ведем. То есть все зависит от каждого из нас. Если будет каждый свою долю в успех вносить, то будет все классно. Ну, если мы говорим о первокурсниках, то, конечно, это такая первая ступенька в самостоятельную взрослую жизнь. Человек уже сам определяется, сам себя контролирует, сам ставит все задачи, сам их выполняет. Это уже такая самостоятельность, это уже и ответственность, и все-таки интерес. Потому что понятно, что студенты это всегда было в одной из самых активных категорий населения. По традиции на первой встрече со студентами наградили самых результативных абитуриентов. Это те, кто набрал наибольшее количество баллов при поступлении. Все они выбрали разные направления и специальности. Лучшие первокурсники рассказали нам, чего ждут о студенческой жизни. Меня привела сюда судьба. Я уже была студентом Тюменского университета медицинского. И та специальность мне не подошла. Это моя вторая попытка. Я планирую найти себя в экологии. Я жду незабываемую студенческую жизнь, полную эмоций, знаний, впечатлений. Я слышала, что у Егорского государственного университета, что тут очень интересно учиться, очень весело. Мне многие рекомендовали тут университет именно. У меня тут учится сестра, получается. Ну и я решила попробовать. Больше 290 тысяч предложений жители региона отправили в адрес команды Югры. В течение месяца во всех 22 муниципалитетах Окурга прошли стратегические сессии, где каждый неравнодушный югорчанин мог поделиться идеей, как улучшить жизнь в своем городе или поселке. На итоговом форуме команды Югры, который состоялся в Сургуте, выбрали самые яркие предложения. И это более 500 проектов. Подробности в сюжете моих коллег. Здравоохранение, образование, дороги, инфраструктура, энергетика, экономика, бизнес и социальная сфера. Больше 290 тысяч предложений жители региона отправили в адрес команды Югры. В течение месяца во всех 22 муниципалитетах Окурга прошли стратегические сессии, где каждый неравнодушный югорчанин, активист ли он, волонтер или общественник, мог поделиться идеей, как улучшить жизнь в своем городе или поселке. Фактически эти форумы стали пиковыми точками общественной жизни муниципалитетов этим летом. Здесь собрано десятки тысяч предложений в карту развития Югры. А карта развития Югры – это региональная составляющая народной программы. Я думаю, что очень сложно выделить одно направление, потому что жизнь, она всегда разноплановая. Но как традиционно, всегда, знаете, мы составляем несколько блоков своих разделов. Это забота, это благополучие, это семья. Самые значимые инициативы югорчан вошли в проект «Карта развития округа». На итоговом форуме команды Югры, который состоялся в Сургуте, выбрали самые яркие предложения. А это ни много ни мало, более полутысячи проектов. Это не только крупные проекты, как, например, строительство школ в удаленных территориях или появление моста через ОПК в районе Сургута. Но и небольшие наказы, такие, например, как благоустройство городских и сельских территорий. Понятно, что наша задача их реализовывать все. И этим мы, собственно, будем заниматься. И вот тут очень важно, и то, что они комплексные. Они ходят один в другой, дополняют один в другой муниципальные проекты, зацепляются с соседними муниципалитетами. Они делают такую... В итоге, если их правильно оформить, в чем наша задача сейчас, как именно уже команды Югры, именно в проекты. Проекты региональных, государственных программ. Считаю, что это очень приоритетный проект. Это связано с комфортной городской средой. Это очень важно, потому что это запрос из того, что я получаю обратную связь и по соцсетям, и по встречам с нашими гражданами. Наша задача, независимо от того, холодно или жарко, чтобы людям было комфортно и удобно жить в своих домах, и в то же самое время выходить в парки, скверы и другие вещи, которые связаны с комфортной городской средой, чтобы им там было удобно, комфортно и безопасно. Особое внимание уделено развитию транспортной сети и газификации округа, что открывает совершенно новые горизонты динамичного роста экономики региона. Например, комплекс проектов по развитию экономики Хантамансийского района предполагает централизацию, энергоснабжение, строительство дорог, развитие деревообрабатывающих предприятий и сельхозкооперативов. В программах развития имеет место и строительство дорог, допустим, третий выход на землю через Медуреченский. Это даст возможность развитию муниципального образования Кандийский район, той части, которая сегодня, скажем так, в несколько строительствовом развитии. Это строительство мостовых переходов, как в районе Сургута, так в районе Андры, потому что мостовый переход в районе Андры даст еще один выход на Ямал, А что касается экономического развития, я отношу к этому развитию госификацию. Это даст возможность улучшения качества жизни порядка 400 тысяч человек. И вопрос до госификации 15 тысяч домовладений, и вопрос перевода на природный газ целых городов, таких как Галым, Пойковский, Лямпина. Бесспорно не осталась без внимания нефтяная сфера – основа благополучия экономики уникального северного региона. К тому же для Югры добывающей компании еще один из главных работодателей. В Югре более 65% запасов – это как раз трудноизвлекаемые. И сейчас в действующих условиях, в действующей налоговой системе разработка на них фактически убыточна. И компаниям неинтересно вкладывать деньги, соответственно, в развитие территорий. Нам нельзя допустить, чтобы компании бросили эти участки и перестали разрабатывать. В данном случае вопрос, что будет с людьми, как будут развиваться территории, встает очень остро. По сути, карта развития Югры сегодня – это крупнейший проект, определяющий основные вехи будущего округа, уникальность которого в том, что в его формировании может участвовать каждый югорчанин. Для этого нужно первым делом оставить свои предложения, идеи проекта на сайте карта развития Югры 86 РФ. Команда Югры принимает на себя ответственность за реализацию народной программы. Каждый из нас – югорчан, член команды. Мы обязаны работать по принципу «сказали с тем». И работая на будущее, мы должны сделать совку на ускоренное развитие, оперативно реагировать на инициативы и запросы людей. Карта развития Югры станет основой обновляемой стратегии социально-экономического развития региона. Предложения граждан будут учтены в государственных и муниципальных программах. При этом ни одна инициатива югорчан не останется без внимания. Как уже обозначила ранее, лидер команды Югры Наталья Комарова на карте найдется место и крупным инфраструктурным проектам, и небольшим добрым делам, необходимым жителям здесь и сейчас. Для этого есть все основания. Югра на сегодняшний день развивается. Я со всей ответственностью могу сказать, что по всем направлениям Ханты-Мансийский автономный облак является лидером социально-экономического развития в нашей стране. Вот те запросы, которые на сегодняшний день есть от населения, они обхватывают все сферы жизни. И у Югры есть все возможности для того, чтобы это реализовать. Прошедший форум – это прямое продолжение традиций, заданных командой Югры еще в 2016 году. Тогда участники предварительного голосования «Единой России» приняли манифест, в котором согласились работать вместе для достижения общего результата на благо югорчан. На этом принципе и была выстроена предвыборная программа партии. В 2017 году встречи прошли в рамках форума «Первых». В 2018 году на стратегических сессиях Югра-2024. В 2019 году на форсайт-сессиях по нацпроектам. В 2020 году в рамках онлайн-встреч главы региона с жителями. Данная встреча в Сургуте – это еще одно подтверждение эффективности командной работы. Если мы чаще будем между собой общаться, встречаться, а также доносить друг другу изменения ситуации в тех или иных муниципальных образованиях, на, как говорится, нерв чувствовать население, то, конечно же, изменения будут более мобильные, чем консервативные. Следует особо отметить, что сбор предложений на интернет-ресурсе «Карта развития Югры» продолжается. А на интерактивной онлайн-платформе каждый житель региона может проверить, что сделано командой Югры за последние пять лет в его муниципалитете. Контент обширный, потому что сделано за это время немало для югорчан и вместе с югорчанами. Евгений Неупокоев, Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телерадио-компания «Югра», Сургут. Пенсионеры Югры в сентябре получат федеральную единовременную выплату. Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» предложил осуществить единоразовые выплаты пенсионерам в качестве меры соцподдержки. Глава государства подписал соответствующие указы. Так, 2 сентября югорские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в отделении пенсионного фонда России, по Югре выплата полагается всем гражданам, являющимся пенсионерами, по состоянию на 31 августа. В том числе работающим. Это более 450 тысяч 300 пенсионеров. Нефтяники Мегиона придумали и успешно применяют технологию использования попутной воды. Проект созрел у сотрудников компании. Его опробовали на одной из кустовых площадок Ватинского месторождения. Регулярно на всех объектах приходится перерабатывать сотни тысяч кубометров воды. Ранее, прежде чем пройти утилизацию, она совершала большое путешествие. Теперь воду стали оставлять прямо на кустовой площадке и тут же закачивать систему нагнетания или в поглощающие скважины. Для этого пришлось провести техническое усовершенствование, которое себя окупили. Из 800 кубов, которые мы здесь добываем, порядка 400 кубов просто утилизируется прямо непосредственно на кустовой площадке. То есть каждый куб, переработка ее, подготовка, потом обратно закачка отходится на порядка 6 киловатт в час, удельный расход на один куб. А здесь мы уходим от этих затрат. Посчитайте, какие объемы мы можем выиграть. Сейчас технологию используют на нескольких кустах, а в следующем году начнут масштабное тиражирование проекта. Кстати, в Мегионе к инновациям относятся внимательно. За каждое внесенное предложение на счет сотрудника поступает 500 рублей. Если инновация опробована и внедрена, он получает процент от дохода, который может составить до миллиона рублей. Югорские футболисты продолжают подготовку к чемпионату мира. Сейчас национальная команда находится в Москве, где проходит учебно-тренировочный сбор. На него пригласили трех футболистов «Газпром Югры» Андрея Фанасьева, Данила Давыдова и Николая Шистерова. Экс-игрока югорской команды Ивана Чишкалу и сургутянина Артема Неязова, который защищает цвета московского КПРФ. Всего же к чемпионату готовятся больше 20 спортсменов. Команда пробудет столицу еще неделю. Там и объявят окончательный состав, который поедет на Мундиаль. Напомню, что чемпионат мира пройдет в Литве. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Скоровича сыграют со сборными Узбекистана, Гватемалы и Египта. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго.